Добрый вечер. Сегодня мы вам показываем картину «Посредине мира» Вячеслава Мерханяна. Этот фильм лежит в традиции Тарковского не только потому, что он сделал в стилистике очень напоминающий фильм «Зеркало». Это еще картина, рассматривающая проблематику зеркала с позицией отца Андрея Арсеньевича Тарковского, поэта Арсения Тарковского, рассмотрению судьбы которого Мерханян посвятил все свое творчество, поскольку вслед за этой картиной он сделал документальную картину об Арсении Тарковском. Фильм «Посредине мира» игровой, и он отталкивается от поэтического образа, от образа поэзии Тарковского-старшего. Рассматривается семья и воспоминания, рассматривается тот счастливый век, который всегда связан в нашей памяти с детством и с первыми переживаниями. Я в детстве заболел от голода и страха. Корку с губ стеру и губы облизну. Запомнил прохладный и солоноватый вкус. А все иду, а все иду, иду. Сижу на лестнице в парадном, греюсь. Иду себе в бреду, как под дуду за Русоловом в реку. Сяду, греюсь на лестнице. И так знобит и эдак. А мать стоит, рукой манит. Будто не вдалеке, а подойти нельзя. Чуть подойду, стоит в семи шагах, рукой манит. Подойду, стоит в семи шагах, рукой манит. Конечно, стояла достаточно сложная задача. Необходимо было показать в фильме «Посредине мира» внутренний мир, поэтический мир поэта. Художественный процесс, мотивы творчества – это сложная тема, и об этом сложно говорить. Но мы пытались это сделать. Отсюда и соответствующая стилистика, композиция фильма, свой киноязык. Вообще, я бы отметил, что такая созерцательность, несуетность, гармония уравновешенности мира в этой картине были для меня программны. Что же касается стилистики картины, то она, безусловно, восходит к фильму «Тарковского зеркала», чего, собственно говоря, Мирханяна не скрывает. Мне очень близок кинематограф Андрея Тарковского. И мне думается, что, наверное, как-то подсознательно, а потом, видите, Андрея связывала с Арсением Александровичем кровная связь, влияние поэзии Тарковского на Андрея Тарковского, ну и, конечно, вот на меня, оно очень сильное. Фильмы «Зеркало» и «Посредине мира» сближает также образ, создаваемый тут и там Маргаритой Тереховой. В первом случае образ матери рассматривается с точки зрения сына, точнее, памяти сына. Во втором случае – с точки зрения отца. В центре внимания режиссера и того, и другого – передача опыта поколения, столкновения поколений, которые, с одной стороны, вроде бы близки друг другу поэтически, но очень часто расходятся в быту. Через весь фильм проходит образ женщины, матери, возлюбленной, подруги, и этот образ воплотила Маргарита Терехова. Я сознательно пошел на такой шаг, пригласив Терехову принять участие в этой картине, и считаю, что это правильно. Я всегда говорил, что ты похож на мою мать. Видимо, поэтому мы и разошлись. Я с ужасом замечаю, как Игнат становится все больше похожим на тебя. Да. А почему же? С ужасом. Видишь ли, Алексей Александрович, мы с тобой никогда не могли по-человечески разговаривать. При вратности личной жизни великих художников всегда завораживали аудиторию. Люди, относящиеся к этому критически, сказали бы, что завораживали толпу. Я в этом плане проявил большее снисхождение. Дело в том, что нет ничего более интересного для одного человека, чем жизнь другого человека. Поэтому неудивительно, что личные проблемы в семье Тарковских интересовали разные поколения не только критиков, но и зрителей фильмов Андрея Тарковского. Нет, а мы с ней действительно очень похожи. Вот уж ничего общего. А что ты хочешь от матери? Каких отношений? А? Те, что были в детстве, невозможные. Ты не тот, она не та. Ну, а Мирханяна интересует в первую очередь эстетические аспекты. Именно в эстетическом плане фильм «Посредине мира» особо интересен. Именно поэтому он нам напоминает лучшие картины Тарковского, в частности, и в первую очередь, конечно, фильм «Зеркало». Субтитры создавал DimaTorzok